На портал Экзегет поступил вопрос. Недавно прочел о женщине Лилит. Всюду пишется, что она была первой женой Адама и наполовину демон. Расскажите подробнее. В общем-то, на самом деле это вопрос, который совершенно не связан с библейским текстом. Ничего о том, что впоследствии детально и активно разработает иудейская демонология, Библия не говорит. Если мы внимательно обратимся к первым главам книги Бытия, которые рассказывают историю первых людей, никакой Лилит мы там, безусловно, не увидим. Есть совершенно отдельная история того, как развиваются определенные учения внутри иудаизма и обретают форму с течением времени. Это определенные экзегетические ходы, то есть определенная трактовка тех или иных мест священного писания, которое, однако, совершенно не очевидно относительно базового смысла текста. В этом плане, еще раз повторюсь, непосредственно священное писание абсолютно молчит по этому поводу. И так как мы, ну как мне кажется, не имеем никакого основания ему не доверять, мы имеем в виду, что подобного рода чтения, то есть те или иные выкладки, которые время от времени нам будет предлагать, например, та же самая каббалистическая традиция внутри иудаизма, являются экзегезой фрагментов библейского текста, которая достаточно далеко отстоит от его оригинального смысла. Поэтому для христианина она, в общем-то, учительна совершенно бессмысленна. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok